Ремонт дорог, обеспечение чисто питьевой водой, решение проблем людей с особыми потребностями. Все эти вопросы были подняты сегодня на встрече с Акимом области. Канад Бузумбаев провел общественный прием граждан. В ходе онлайн-встречи с населением были подняты свыше 10 важных вопросов. Пожалуй, одной из самых актуальных тем всегда остается вопрос обеспечения питьевой водой. И несмотря на то, что в Алматинской области в этой сфере ведется большая работа, проблемы до сих пор имеют место быть. Так, житель Алакольского района Серик Конопьянов рассказал о том, что только около 20% населения села Булакты обеспечено централизованной питьевой водой. Необходимо строительство 28 километров водопроводных сетей. Аким области дал поручение ответственным лицам планомерно решить вопрос. Положительный отклик нашли и другие обращения граждан, в том числе ремонт автодорог и строительство путепровода через железнодорожный переезд на дороге Алматы-Житеген-Капшигайское водохранилище, где в часы пик образуются километровые пробки. По поводу строительства путепровода через этот переезд на автодороге Алматы-Житеген-Капшигайское водохранилище, по нему на сегодняшний день получено положительное заключение госэкспертизы на технике экономического обоснования. В настоящее время на разработку проектно-смертной документации в местном бюджете выделено 10 миллионов рублей. Возакупки в ближайшее время проведутся, подрядчик определится, мы аванс ему заплатим, и всю сумму, там она где-то около 80 миллионов, в бюджет тоже посадим. Так что надеюсь, что в этом году мы сделаем проектно-смертную документацию. В ходе встречи были подняты и проблемы людей с особыми потребностями. Среди них необходимость покупки для области аппарата компьютерной аудиометрии, который необходим для медицинского обследования людей с нарушениями слуха, а также строительство пандусов. С этим вопросом к руководству области обратились члены объединения Алпамыс, которое занимает решением проблем лиц с инвалидностью и охватывает более 140 семей. При этом общество занимает помещение в цокольном этаже, попасть в которое людям с особыми потребностями без пандуса весьма затруднительно. Ержан Бакирбайчу даю поручение, чтобы этот вопрос решил. Сколько времени вам нужно? Два-три месяца я сделаю еще. Протокольно будет мое поручение, как представитель филиала Наратаны, ему будет поручение через двух месяцев пандус делать и входную группу, как вы говорите, обновить. Рассмотрел глава края и другие вопросы граждан. К примеру, представители региональной ассоциации таджико-афганских ветеранов обратились с просьбой увеличить размер единовременной материальной помощи и помочь санитарно-курортным лечением. Также были подняты и жилищные вопросы. Отвечая на них, глава края отметил, что в регионе будут приняты меры по увеличению жилищного строительства. Однако выдаваться дома будут только строго по очереди. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ.